МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. И Вячеслав Крискевич. Вы смотрите программу День веков. Хронограф. 7 сентября в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Елизавета I, королева Англии с 1558 по 1603 год, последний из династии Тюдоров. И Жорж-Луи Леклерк де Бюфон, французский естествоиспытатель. Франсуа Андре Фалидор, французский композитор. И Александр Аблессимов, российский писатель. Фридрих Август Кекуля, немецкий химик. И Александр Куприн, российский писатель. Изабелла Юрьева, советская эстрадная певица. И Тодор Живков, генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии. Эдуард Асадов, советский поэт, прозаик. И Александр Хмелик, советский драматург, сценарист, писатель, один из создателей детского юмористического журнала «Яролаш». Сегодня 7 сентября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1632 году крымские татары совершили неудачную попытку взять приступом, расположенный на правом берегу Дона, сторожевой город Лебедянь. А в 1812-м во время Отечественной войны произошло Бородинское сражение. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии. А в 1856-м состоялась коронация царя Александра II. По этому случаю декабристом была объявлена абнистия. В 1923-м году был учрежден Интерпол, Международная организация уголовной полиции. А в 1926-м Испания покинула Лигу наций. В 1928-м году в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. А в 1933-м Максим Горький на съезде писателей выдвинул лозунг критического реализма. В 1943-м году Гиммлер издал приказ по СС об уничтожении промышленности Донбасса при отступлении. А в 1947-м в Московском митрополитене впервые в Советском Союзе были применены интервальные часы на станциях. Сегодня 7 сентября в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 7 сентября 1764 года после смерти польского короля Августа III по желанию императрицы Екатерины II королем Польши стал граф Станислав Понятовский. Будучи последним королем независимой Речи Посполитой, он находился под сильным влиянием императрицы. В Варшаву были введены русские войска, а Россия получила право надзора над внутренней жизнью соседнего государства. Особым законом в 1767 году православные протестанты были уравнены в правах с католиками. Но король мог избираться только из католиков. В Польше началось движение конфедератов в защиту прав католической церкви и сейма. А в ответ вспыхнуло восстание православных гайдамаков, казаков, которые громили ксенсов в шляхту евреев, уничтожая целые города. Началась ужасная смута. Екатерина послала в Польшу войска, которые быстро усмирили гайдамаков, но долго не могли справиться с конфедератами. В Польшу ввели свои войска Пруссия с Австрией. Решающее поражение конфедератам нанес полководец Александр Суворов, занявший Краков. Все три державы решили, что доставленные им беспокойства стоят вознаграждение. И в 1773 году произошел первый раздел Польши. Понятовский, которого титуловали и Станислав 2 август, и август 4, после всех разделов Польши в 1795 году отрекся от престола и последние годы жизни провел в России. 7 сентября – один из дней воинской славы России. В этот день, в 1812 году, произошло Бородинское сражение. Это решающая битва между французской армией Наполеона I и русской армией под командованием Михаила Кутузова, которое произошло в районе села Бородино, в 110 километрах к западу от Москвы. Сражение началось еще накануне у деревни Шевардино, где русский авангард задержал продвижение французской армии, дав основным силам создать укрепления и батареи на Бородинском поле. На рассвете 7 сентября Наполеон двинул войска в атаку. «Битва отличалась чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. Из всех моих сражений – самое ужасное, то, которое я дал под Москвой», – писал позже Наполеон. Ценой огромных потерь французы потеснили русские войска, но решающего успеха не получили. Потери у русских составили 44 тысячи, солдат у французов – 58 тысяч, то есть более 40% всего личного состава. В ночь с 7 на 8 сентября Кутузов, понимая, что армия ослаблена и время для перехода в контрнаступление еще не настало, приказал войскам отступить. Москва была отдана без боя. Тем не менее, в битве под Бородино русская армия показала образцы тактического искусства. Маневр резервами из глубины и вдоль фронта, удачное применение кавалерии для действий на фланге, упорство и активность обороны, непрерывные контратаки во взаимодействии пехоты, кавалерии и артиллерии. Наполеон не достиг своей цели – разгрома русской армии и не сумел одержать победу в генеральном сражении. Александр I объявил о Бородинском сражении как о победе. Князь Кутузов был произведен в фельдмаршалы с пожалованием 100 тысяч рублей. Всем бывшим в сражении нижним чинам было пожаловано по 5 рублей на каждого. По воспоминаниям французского генерала Пеле, участника Бородинской битвы, Наполеон часто повторял – Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное. Французы показали себя достойными победы, а русские заслужили быть непобедимыми. Бородинское сражение явилось важнейшим событием Отечественной войны, которое подготовило и предопределило поражение наполеоновской Франции. Со временем на Бородинском поле были установлены многочисленные памятники героям войны 1812 года. В центре поля – здание военно-исторического музея. Далее архитектурно-мемориальный комплекс на месте одной из багратионовских флешей включает в себя Спасо-Бородинский монастырь с Владимирским собором и Спасской церковью, Колодский монастырь, где располагался штаб Кутузова и другие памятники. 7 сентября 1893 года в Финском заливе, следуя из Ревеля в Гельсингфорс, затонул русский броненосец «Русалка». Погиб весь кипаж судна в составе 177 человек. Летом 1893 года учебно-артиллерийский отряд военных кораблей под командованием контр-адмирала Бурачика базировался в Ревеле. В состав отряда входили флагманский корабль броненосная батарея «Первенец», броненосная батарея «Кремль», броненосец «Русалка» и канонерская лодка «Туча». После окончания летней программы стрельб отряд должен был вернуться в Кронштадт. Бурачик дал указание броненосцу «Русалка» и канонерской лодке «Туча» идти совместно в Гельсингфорс, а оттуда через Шхеры в Беорке, ныне Приморск, где дожидаться прихода оставшихся в Ревеле кораблей отряда. Около 10 часов ветер в Финском заливе достиг почти 9 баллов и спустился туман. Барометр продолжал падать, и можно было ожидать еще худшего. К 11 часам при прохождении ревельштейнского плавмаяка расстояние между кораблями составляло почти 4 мили. В 11 часов 40 минут туман усилился настолько, что «Русалка» совершенно скрылась из виду. С тех пор ее никто больше не видел. Первые сведения о пропавшей «Русалке» были получены в Савиаборском порту от гельсингфорского полицмейстера. Он сообщал, что на одном из островов выбросило шлюпку с трупом военного матроса, а на другом острове нашли несколько разбитых шлюпок и деревянные обломки. Поиски пропавшего корабля продолжались 37 дней. Работы приостановили в связи с наступившими заморозками и зимними штормами. В розысках участвовало 15 судов. Поисковым судам не удалось определить место гибели броненосца, но в море были найдены и выловлены, а также доставлены жителями прибрежных мест и островов, различные предметы с погибшего корабля, в том числе его спасательные шлюпки. Для поиска «Русалки» использовали воздушные шары, которые буксировала винтовая шхуна «Самоед». Однако и они не помогли. По окончании безрезультатных поисков корабля в Ревеле состоялась торжественная панихида по морякам, погибшим на «Русалке». Невероятное продолжение этой истории получило спустя 110 лет с момента трагедии. В июле 2003 года исчезнувший корабль обнаружили эстонские водолазы. На уникальных кадрах, снятых водолазами, хорошо видна отличительная деталь «Русалки» – броневые винты старой крестообразной формы. На месте башенных орудий зияют дыры. Корма корабля возвышается над грунтом на высоту девятиэтажного дома. С момента гибели броненосца за нее не раз цеплялись рыболовные сети. «Русалку» обнаружили на глубине 74 метров в 25 километрах южнее Хельсинки. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!